Добрый день! В этом видео вы увидите прямой перелет авиакомпании Аэрофлот из Москвы. Это аэропорт Шереметьево в город Владивосток, аэропорт Кневичи. Летим бизнес-классом аэробусом А350-900. Увидите салон бизнес-класса. Полетим вот в таких вот отдельных кабинках, типа одноместных купе. Сверху только нет перегородок. Будем лететь на высоте свыше 11 тысяч метров и скоростью примерно 880 км в час. Увидите, что входит в обслуживание на борту самолета и в аэропорту. И, конечно, посетим обязательно бизнес-зал Рублев в аэропорту Шереметьево. Всех приглашаю присоединяться к просмотру. И мы начинаем. Нас с коллегой срочно отправили в командировку в город Владивосток. На прямые рейсы. Билетов никакого класса, кроме бизнес, не было. Поэтому летим бизнес-классом. Авиакомпания Аэрофлот покупали билет за сутки до отправления. И стоимость двух билетов Москва-Владивосток-Владивосток-Москва на одного человека составила 240 тысяч рублей. Сразу прошли онлайн-регистрацию. Распечатали посадочный талон. Хотя это делать было не обязательно. Но мы делали, потому что нам нужно отчитываться в бухгалтерии. У нас Sky Priority. Это приоритетное обслуживание пассажиров, включая посадку в самолет и прохождение предполетных процедур. У Аэрофлота отдельные стойки регистрации для пассажиров бизнес-класса. Сейчас они перед вами. Такие вот красненькие зоны. И отдельный вход для ускоренного прохождения контроля безопасности и паспортного контроля Sky Priority. Идем через этот вход. Это зона транспортной безопасности. Здесь снимать нельзя. Мы прошли в зону вылета пассажиров. Здесь масса кафе, магазинов. Здесь же находятся выходы на посадку. Бизнес-залы, где можно провести время и отдохнуть. Для тех, кому необходимы курительные комнаты, мы с вами пройдем в бизнес-зал. Здесь в Шереметьево их два, Кандинский и Рублев. Проходим в бизнес-зал Рублев. В зале можно находиться до 4 часов. Стоимость разового посещения 3500 рублей с человека. Цена актуальна на 27 июля 2024 года. И бесплатно, если вы пассажир определенных приоритетных классов или вы держатель определенного класса карт. Как вы видите, здесь обширная зона шведского стола. Причем он не только в одном месте. Он и на втором этаже, и на первом этаже в нескольких местах находится. Большой достаточно ассортимент. Не только закуски, сладости, горячие блюда. Там первое, второе. На выбор. Все это присутствует. Алкогольные напитки, прохладительные напитки, кофе, чай, соки. Это без ограничения. Столовые приборы удивили. Металлические только ложки. Все остальное вилки, ножи, пластик. Такой вот красивый здесь и оригинальный дизайн залов. Что еще в этом зале? Скоростной Wi-Fi. Газеты, журналы. Так скажем, печатная продукция на нескольких языках, включая на русском. Электрические розетки и разъемы для зарядки или пользования гаджетами практически около каждого стола или кресла. Вот такие обустроены полноценные рабочие зоны. Кстати, пользование массажными креслами за дополнительную плату. Детская комната. Если вы считаете, что я слишком подробно рассказываю про данный бизнес-зал, вы можете в тайм-код нажать под описанием к этому видео и перейти сразу на посадку в самолет. А кому интересно, вы можете сравнить данный зал с залом в аэропорту Кневичи, в который мы с вами зайдем в отдельном видео, когда полетим обратно из Владивостока в Москву. Мы в нем посетим бизнес-зал в аэропорту Владивосток. Летим бизнес-классом и в самолете. Там совсем другая рассадка и другие кресла. И по сравнению с этим залом он такой совсем-совсем маленький. И уж точно там таких лежаков, как вот эти, вы не увидите. Обязательно посмотрите видео на моем канале с перелетом в Владивосток-Москва. Кстати, в бизнес-зал можно проходить с домашними животными, но они должны быть, конечно, в переноске. Без переноски только можно служебные собаки и собаки-поводыри. В втором этаже также шведский стол, зона отдыха. Туалетной комнаты, переговорной комнаты для сна и для спа-процедур. Спа-процедуры за дополнительную плату. Заканчиваем обзор курительной комнаты и идем на посадку. Кстати, аэрофлот вылетает четко по расписанию регулярными рейсами. У пассажиров бизнес-класса приоритетная посадка в самолет, но в данном случае это означало, что нас везли в самолет на отдельном микроавтобусе после того, как уже все пассажиры прошли посадку в самолет. Вот он наш красавчик. Аэробус А350-900, а также схема самолета, рассадки пассажиров и классов обслуживания. Проходим в самолет в салон бизнес-класса при входе с левой стороны. Вау! В салоне бизнес-класса 28 посадочных мест. Все расположены в носовой части самолета. Три ряда, причем по одному месту около иллюминаторов справа и слева и по два места в середине. Каждое место находится как бы в отдельной кабинке, как одноместное купе. Высота перегородок где-то не больше полутора метров. Здесь запасной выход. Здесь зона для приготовления пищи. Может это барная зона? Да нет, не похоже на бар. Такая же в носовой части самолета. Это места для бортпроводников. Это что? Это на критерок. А, служебный, да? Да, во-первых. Балетная комната. Комната открывается нажатием руки. В центр створок. Красный означает занято. Это мы потом зайдем посмотрим. Средний ряд, в котором по два кресла стоят друг около друга. Также между собой имеет перегородку. Вот бортпроводник показывает. То есть приватность обеспечена каждому пассажиру. Вот такой вот вид. Салоны. Поистине бизнес-салон. Вот мое место 5А. У нас экран мультимедийной системы. Здесь можно фильмы смотреть, разные документальные, художественные, там игры. Потом будем смотреть, вы все увидите. Но самое интересное. Здесь можно увидеть в реальном времени карту нашего полета. Как пролетел наш самолет. Сколько осталось. По времени. По километражу. И вид с внешних камер, которые установлены на самолете и под самолетом. У меня почти два иллюминатора. Выбираем наверх ручную кнопку. Здесь у нас набор для пассажира с тапочками. Такая вот тумбочка с зеркальцем. Бутылочка воды. Наша перегородка. Пыталась ее закрыть. Но, как объяснили бортпроводники, будет разблокирована после взлета. Так, у нас здесь подушка, простынь и одеяло. В билетах написано, перелет займет 8 часов 20 минут. Но, как капитан потом сообщил, 8.05. Здесь у нас вот такой пуф. Он не убирается. Вровень с ним раскладывается кровать полностью, когда мы будем спать. Еще у нас вот такой вертикальный шкафчик. Здесь приятно удивила вешалочка такая деревянная. Можно повесить одежду. И сверху бортовые журналы Аэрофлота. Добрый вечер, дамы и господи. Командир, меня зовут Валерий Цивилик. Добро пожаловать на борт самолету Аэрофлота, выполняющий рейс по маршруту Москва-Владиосток. Расчет на уровень пути 8 часов 5 минут. Желаю приятного полета. Благодарю за внимание. Движение, эквест, чат, нас здесь сегодня бесплатно. Моление с Валерий Цивилик. Долгородный сирот, файфелл, Москва, Тел, Владимиросток. Крупплит, файт, тайм, из 8,5. Это нам выдали тапочки. Это дорожный набор. Здесь даже бальзам для губ. Крем для лица. Крем для рук. Судная паста. Зубная щетка. Рожок для обуви. Расческа. Маска для сна. Хариковая ручка с эмблемой аэроплот. Самолет готов к взлету. Это инструкция по безопасности. Такой вот выдвижной столик. Свет приглушили. Будем сейчас взлетать. Здесь еще внизу вот такой шкафчик. Можно обувь положить или какие-нибудь мелочи. Ладно, остальное потом посмотрим. Вылет у нас в 22.40 по московскому времени. Уже темно на улице. И все вот отсвечивает. Вот обидно, не могу снять вам и показать красоту взлета. Но посадку вы увидите. Очень красивая посадка. Днем в 2 часа дня. С левой стороны кресла вот такая вот кнопочная панель управления. Зеленым горит. Это кресло в вертикальном положении. Рядом кресло можно положить горизонтально. Следующее управлять спинкой кресла. Клавиша светильника. Это светильник. Можно делать его ярче. Несколько раз нажав. И клавиша не беспокоить. Ниже это панель управления нашим монитором. Монитором можно управлять. Также просто нажимать на сам монитор. Он сенсорный. Наверху вентилятор, светильник и информационное табло. Какая красивая подсветка во время взлета и набора высоты в салоне. Сверху еще вот вид, похоже на улей. Кабинки выглядят как соты. Мы взлетели. Набираем высоту. Здесь же у каждого кресла разъемы для наушников. Позже их принесут. Предлагали такие здоровые наушники биться. Для электрической розетки. USB разъем. После набора высоты активной становится вот эта розетка. До этого она неактивна. Зарядка не происходит. Вот смотрите. У соседей шкафчики двойные. Для одежды. Еще важно отметить. На всем перелете несколько было зон турбулетности. Самолет потряхивало немного. И мы это тоже немного ощущали. Теперь по питанию в самолете. Только мы прошли в салон самолета. Бортпроводники стали предлагать разные напитки. Здесь есть винокарта, белый, красный, винопарпейн. Заканчивая водкой, джином, виски и так далее. Здесь же алкогольные коктейли можно заказать. Без ограничения. И просто прохладительные напитки, соки, кофе, чай. По основному меню. Есть блюда, которые можно сразу заказать после набора высоты. Их максимально быстро принесут. Есть те, которые нужно подогревать. Основные блюда. Десерт. Холодные закуски. Как вы видите, красной и черной икры здесь нет. Есть крабовые котлеты с икрой. Но на обратном рейсе, когда мы летели, тоже бизнес-классом, там меню все-таки было поинтереснее. Поэтому обязательно найдите видео на моем канале и посмотрите обратный перелет. Там и салон бизнес-класса другой. Пассажиров в бизнес-классе больше размещается. И кресла там как-то размещены, как вот в ракушках. Кабинок нет. По-другому все. Нам принесли наушники битцы. Вот такие вот они большие. Хорошие стереонаушники с хорошим качеством звука. Сейчас поедим и будем смотреть фильмы. Или самообразовываться. Здесь предложены программы обучения китайскому языку. Ну а что вот так? Туда-обратно слетало, если не налегать на напитки. Что-то же можно запомнить. Сбоку на шнуре вот такая вот мобильная консоль. Это тоже управление телевизором, нашим экраном. Здесь она для удобства. То же самое. Ну вот, чтобы спину от кресла не отрывать и не тянуться к телевизору. Вот можно в руках держать и переключать. Сейчас мы открыли информацию о нашем рейсе в режиме реального времени. Где мы сейчас? Сколько пройдено? Сколько осталось? Пока я разбираюсь с панелью, попросила мне принесли капучино с такой шоколадкой. Из основных блюд я заказала перепелку с картошечкой. Смотрите, как светло стало снаружи. И вот красное что-то прореживается сквозь облака. Наверное, это закат. Или наоборот рассвет. Как красиво. Так бы и любовалась. Ну-ка, где мы летим? Да, не то это все. Высота 11276 метров. Скорость. Какой путь пройден? Не то. Ну-ка, посмотрим камеры на самолете. Здорово, да? Сделали. Все придумано так классно. Вот наш рассвет. Или закат. Автоматически закрылись жалюзи. У иллюминаторов находятся между стеклами. И такие вот электромеханические шторки можно открыть на иллюминаторе вот одним нажатием кнопки, которая сверху иллюминатора горит. Вверх-вверх. Все пассажиры уже отдыхают. Пройдем, посмотрим туалетную комнату. В салоне бизнес несколько туалетных комнат. Побольше есть и поменьше. Вот это кажется побольше. Увеличительное зеркальце в зеркале. Туалетная вода, термальная вода, бумажные полотенца, раковина очень красивая. Пеленальный столик. Также туалетная бумага. Запирающее устройство. Сейчас кресло наше превратим в кровать. Еще упустим до горизонтального уровня спинку. Ну вот, теперь ровно. Это у нас матрасик такой. Одеяло и простынь. Спасибо большое нашим борпроводникам. Они очень внимательные. И супер красивые такие. Наша постель готова. Все, ложимся. Места очень много. Комфортно. Длина кровати около двух метров. Все, у нас утро. Собираем кровать обратно в кресло. Завтракаем. И идем уже на посадку в город Владивосток. Кстати, посуда здесь кажется фарфоровая. Высота в футах. Скорость снижается. 572 километра в час. Скоро прибудем. Мы все ближе подлетаем. Вот 30 минут осталось. В Владивостоке идет дождь. Небольшой туман. Слышите звук? Это выезжает в шоссе нашего самолета. В этот раз посмотрим посадку и с камерой, которая установлена на самолете. И из иллюминатора. Продолжение следует... Ура! Сели. Хорошая, мягкая посадка. Посмотрим сверху на полосу. Наш самолет остановился у телетрапа. И пассажиры бизнес-класса выходят первыми из самолетов здания аэровокзала. Вот наш самолет. Посмотрим на него еще раз. Здесь ниже зона выдачи багажа. Мы с вами идем на выход в город. Аэропорт не очень большой, международный. Здесь же на первом этаже аэровокзала магазин, в котором продают красную рыбу, икру. Мы вышли на улицу. Это привокзальная площадь. Обратно полетим через три дня. Присоединяйтесь к просмотру. Также бизнес-класса, в котором и рассадка пассажиров, и сами кресла совсем другие. Обязательно зайдем в бизнес-зал аэропорта во Владивостоке. На этом я прощаюсь с вами. Пока-пока.